В боях за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации погиб Рашат Мамедов, работавший до начала войны учителем истории в средней школе номер 16 города Гянджи. Как передает канал 13, печальной новостью на своей странице в Facebook поделилось Министерство образования Азербайджана. Согласно информации, Рашат Мамедов начал преподавать в 2018 году, набрав 51 балл на конкурсе по приему на работу учителей. Вечная слава, вечная память героям павшим в боях за Родину. Я неоднократно говорил, что мы не позволим, чтобы на исконных азербайджанских территориях было создано второе армянское государство. Неоднократно говорил, что территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не мирным путем, то военным. Мои выступления есть везде, они опубликованы. Я говорил эти слова и стою за ними. Как передает канал 13, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Али в ходе визита в освобожден от оккупации Физулинский и Джебраильский район, в том числе в города Физули и Джебраиль 16 ноября. По словам президента, есть единое азербайджанское государство, многонациональное, многоконфессиональное. Есть прогрессивное азербайджанское государство. Представители всех религий живут нормально в условиях мира и взаимопонимания. Армянский народ, будет жить так же. У нас нет дела с армянским народом. Он подчихнул, что теперь территориальная целостность страны восстановлена. Азербайджанская армия разрушила миф об армянах. Мы посадили их на место. Враг будет жить с позорным клеймом, а мы с чувством гордости. Азербайджан будет жить как победоносный народ. Несокрушимая армия – сильное и волевое государство, сказал президент. Он отметил, что наш народ разлужил грандиозную победу, которая была достигнута за 44 дня, несмотря на постоянное давление со стороны различных государств. Победа Азербайджана является восстановлением справедливости, подчихнул он. Достигнутые по Нагорному Карабаху договоренности соблюдаются. Обстановка в этом регионе стабилизируется. Как передает канал 13, об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая 17 ноября на саммите БРИКС. Говоря о глобальной региональной безопасности, он напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе в сентябре перешел в острую фазу. Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента, сказал Путин. Он напомнил, что все это зафиксировано в трехстороннем заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении. Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, сказал президент Российской Федерации. Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к генеральному директору Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олегу Добродееву с просьбой дать оценку позиции телеведущего телеканала «Россия-1» Владимира Соловьева по отношению к Нагорно-Карабахскому конфликту и его внутрироссийским нюансам, пишет Росбальд. Плетнева пояснила, что ранее с ней связался журналист одного из федеральных СМИ Антон Куликов, который в публикации в своем издании попытался разобраться в провокативных высказываниях и поступках известного телеведущего Владимира Соловьева. По словам журналиста, отметила депутат Соловьев, вместо того, чтобы соблюдать принцип объективности и политкорректности, радикально склонялся к поддержке одной из воющих в Нагорном Карабахе сторон. По свидетельству Куликова, Соловьев и приглашаемый им гостья эфира отстаивали правду исключительно армянской стороны, позволяя себе нелицеприятные выпады против Азербайджана и Турции, указывает Плетнева, подчеркнув, что в России проживает 33 миллиона мусульман и около 10% населения, 16 миллион человек являются представителями тюркоязычных народов. И эта аудитория иначе, чем Соловьев, оценивает ситуацию в Нагорном Карабахе и армяно-азербайджанский конфликт. Фактически иностранные силы без объявления войны против Армении, не пролив крови, завоевали нашу страну и повели ее в том направлении, последствия которых мы сегодня вкушаем. Эти силы могут решить принести в жертву Николы Пашиняна и продолжить поддерживать свой контроль в нашей стране посредством кого-то другого. Как передает канал 13, об этом в интервью армянским СМИ заявил бывший премьер-министр Армении Вазген Манюкян. По его словам, Армения стала беззащитным государством. В любую минуту ситуация может измениться, и мы подвергнемся агрессии. Но согласно документу, подписанному 10 ноября, у нас теоретически есть пять лет, чтобы встать и окрепнуть. Не может быть двух мнений о том, что Никол Пашинян должен отойти от власти. Однако, я призываю наш народ больше не верить сладким словам, берущим за душу. Это важный вопрос и для всех национальных политических сил не поддаваться мнениям толпы, которые искусно формируют враждебные иностранные силы, захвативший нашу страну, сказал Манюкян.